Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала! Вы в мире домашних животных! И сегодня вас ждет очередная серия про маленькую домашнюю обезьянку по имени Алекса. Я приготовила для нее интересный подарок, который по идее должен ей понравиться. Ведь он для того, чтобы заниматься ее любимым занятием, а это, конечно же, рисование. И купила я ей вот такой интересный карандашик, на кончике которого вот такой яркий, красивый попугайчик. Но что-то такое ощущение, что Алекса не очень понимает, что с этим подарком делать, даже несмотря на то, что я пытаюсь ей показать. Видимо, все-таки птичка, которая находится на этом карандашике, немножечко ее смущает. Вы только посмотрите, как она с интересом изучает эту игрушку. А точнее, не сказать, не игрушку, а карандашик. В первую очередь, она, похоже, решила проверить, съедобный он или нет. В таком растерянном состоянии я Алекса вижу впервые, если честно. Она вроде бы и понимает, что это карандаш, и ей нужно рисовать. Но с другой стороны, ее очень смущает. Во-первых, размер, а во-вторых, вот этот яркий попугай, который ей явно мешал. Но теперь уже не мешает. Как вы можете заметить, она с легкостью разобралась с попугаем, который ей стал просто-напросто больше вроде как и неинтересен. Может быть, теперь, когда попугая нет на карандашике, она все-таки начнет им рисовать. На данный момент она в процессе изучения. И мои попытки показать ей заканчиваются неудачей. Что же она теперь будет делать с этим попугаем? А он такой красивый, поэтому я не разрешаю ей его грызть. Ну, что-то сегодня Алекса какая-то не очень послушная девочка и продолжает пробовать этого попугайчика на вкус. А так жалко, ведь такая красивая птичка. Он вырезан из дерева, и это ручная работа. Вы посмотрите, какой он красивый. Все-таки, видимо, птички не очень интересны маленьким обезьянкам. Возможно, ей хочется, чтобы я ее заинтересовала этим попугайчиком. Ну что ж, попробуем. Нет, как-то интереса особо к этой игрушке Алекса не проявляет. В общем, на этот раз я явно не угадала с подарком. Посмотрите, как она отталкивает мою руку. Я даю ей попугайчика, а она его отбрасывает в сторону. Ей совсем не интересно. Ну что ж, нет так нет. Возможно, хотя бы карандашик ей пригодится, если она все-таки разберется, что им нужно писать. Ну, наконец-то, Алекса, кажется, начала понимать, для чего нужен этот карандаш. И с удовольствием взялась за свое любимое рисование. Ну что ж, друзья, я надеюсь, вам было интересно. Хочу сказать огромное спасибо за то, что смотрите наш канал, делитесь нашими видео в соцсетях, ставите нам лайки и пишите нам очень добрые комментарии. До скорых и интересных встреч в мире домашних животных. Всем пока! Мы вас очень любим!